Привет, друзья, это редакция Ньюс. Здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые считаю бесспорными, чтобы вы составили собственную картину и сделали свои выводы. Поддержать создание новых выпусков можно по ссылке в описании через Бусти, Патреон и кнопку спонсорства здесь на Ютубе. И, пожалуйста, подписывайтесь. В субботу, на девятый день после трагедии в Крокус-Сити-Холле, по всей России прошли церковные службы и гражданские акции памяти погибших. По последним данным, жертвами одного из крупнейших терактов в новейшей истории страны стали 144 человека. Число пострадавших превысило 550, среди них 10 детей. Более 20 человек из тех, кто остается в больницах в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Далеко не все погибшие пока опознаны. В Следственный комитет поступило 143 заявления о пропавших без вести. Всю неделю продолжали работать судмедэксперты. Было опознано 84 тела, в том числе пятеро детей в возрасте от 9 до 16. Для установления личности остальных погибших, сообщили в СК, проводятся генетические экспертизы. По СМИ расходились истории выживших и погибших. Как всегда бывает в таких обстоятельствах, судьбу людей решали считанные секунды и чистые случайности. Среди погибших оказалась член паралимпийской сборной России по настольному теннису Екатерина Попова. У нее был билет на специальные места для людей на колясках рядом со сценой. У мамы Екатерины был билет на балкон, и она спаслась. Погиб и еще один человек, передвигавшийся на коляске – Максим Вербенин. У него была спинально-мышечная атрофия, но, по словам близких, он был мужественным, жизнерадостным человеком. Со своей девушкой Натальей Максим пытался эвакуироваться через сцену, но пандус для колясок был с той стороны, откуда вбежали террористы. Его застрелили, он упал на Наталью, накрыв ее своим телом. Она выжила. В фойе погибли две гражданки Кыргызстана – 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит-Кизы. Девушки работали в кафе «Крокуса». Там же находилась Екатерина Кушнер, помощница директора группы «Пикник». Коллеги искали Екатерину с первого дня трагедии, когда она перестала выходить на связь. На неделе выяснилось, что она не смогла спастись. Российский МИД заявил о гибели молодой сотрудницы Департамента лингвистического обеспечения. 22-летняя Татьяна Репина окончила ведомственный колледж и успела проработать только три года. Разошлась история двух сестер – Анны и Татьяны Макарских, 25 лет назад выживших в другом теракте – взрыве в Волгодонске. На неделе их внесли в список погибших. Среди тех, кто выжил и смог поделиться своими историями, несколько подростков, которые подрабатывали на мероприятиях в «Крокусе» и помогли спастись сотням людей. Ислам Халилов, Артем Донской, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова и Никита Иванов на неделе получили благодарственные грамоты и подарки. Подростки попали в «Крокус» через организацию, предлагавшую подработку студентам. Ее руководитель Андрей Сарапятов тоже был на месте, помогал проводить эвакуацию и погиб. Кольники рассказали, что как раз недавно проходили инструктаж по действиям в экстремальной ситуации и в момент ЧП делали ровно то, что им тогда сказали. Среди других награжденных военнослужащие, принимавшие участие в задержании террористов в Брянской области. Как сообщили в Минобороны, военные группировки прикрытия госграницы получили медали «За отвагу» и «За боевые отличия». Также о награждениях объявлено в Чечне. Глава, который написал в телеграмме, что чеченские бойцы прибыли по заданным координатам, незамедлительно приступили к прочесыванию местности и успешно справились с задачей взять убийц живыми. По заявлению Рамзана Кадырова ни один из силовиков не пострадал. Некоторые детали задержания на неделе комментировала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, заявившая, что применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо. Спустя два дня она уточнила, что у нас настолько цивилизованное государство, что мы смогли избежать самосуда. Напомню, неделю назад разошлись кадры, на которых одному из задержанных террористов отрезают часть уха, а к полураздетому телу другого проведены провода от электрического аппарата телефонной связи. Реакция в сети и в стране в целом разделилась. Одни утверждали, что пытать даже террористов недопустимо, другие отвечали, что в борьбе с абсолютным злом годятся все средства, а публикация будет напоминанием о том, что ждет любого террориста. На неделю у нас в редакции вышел спецыпуск о ходе расследования и всех имеющихся версиях. Посмотрите. В пятницу суд арестовал девятого подозреваемого, его имя Назаримат Лутфулаи. Про него и детали его возможного соучастия пока известно меньше всего. Сообщалось, что он был задержан на следующий день после теракта при проверке документов в Измайлове и арестован на 15 суток по административной статье за нецензурную брань в общественном месте. Через несколько дней ему предъявили обвинение уже по террористической уголовной статье. Накануне суда по мере пресечения СК заявлял, что установлен и задержан подозреваемый, участвовавший в финансировании группы, напавший на Крокус. Идет ли речь о Лутфулаи, до конца непонятно. Ранее по делу о теракте были арестованы 8 человек. Это четверо исполнителей – Мерзоев, Рачабализада, Файзов и Фаридуни, также братья Деловар и Аминчон Исломовы и их отец Исраил. По версии следствия, они предоставили террористам автомобиль и перевозили их деньги. И Алишер Касимов, который сдавал им квартиру. Исломов и Касимов вину не признают и утверждают, что ничего не знали о планах террористов. Деловар Исломов, судя по всему, был последним владельцем белого Рено «Символ», на котором террористы приехали и уехали из Крокуса. По данным Рио, ранее деловар привлекался за хищение шоколадок и был оштрафован судом в Твери на 1000 рублей. Сообщается, что четверо исполнителей теракта помещены в СИЗО Лефордовой, пока находятся в одиночных камерах. Росфинмониторинг внес их в список экстремистов. В четверг появились кадры следственных действий с одним из арестованных. Мухаммад Сабира Файзова, который в суде был на каталке, привезли в хостел и в квартиру, где жили подозреваемые. Из автозака его выносили на руках вместе с коляской. Секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, что совершивших теракт ждут суровые условия содержания. До конца жизни они будут находиться в так называемом гробу, камере размером в 6 квадратных метров. Передвигаться только в согнутом положении с руками за спиной. С ними нельзя будет контактировать, заявил правозащитник. Также разошлась информация, что террористы находились под воздействием наркотических или психотропных веществ, возможно, блокирующих чувство страха. Сообщалось, что на обочине трассы М3, по которой двигались преступники, нашли гранатометные боеприпасы, взрыватель и автомат Калашникова. Следствию предстоит выяснить, тот ли это автомат, который террористы выбросили, скрываясь, рассказал собеседник известий. На фоне всеобщих шока и ярости, поднявшихся после теракта, особенно после публикации видео, которые снимали сами террористы, вновь зазвучали призывы отменить в России мораторий на смертную казнь. Как я уже рассказывал, глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил вынести вопрос на референдум в единый день голосования, это в сентябре, чтобы народ выразил свою волю. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что достаточно решения Конституционного суда и поручил создать рабочую группу по вопросу возвращения казни, ее возглавит Ирина Яровая. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что суд выскажется только в ходе официальной процедуры рассмотрения дела. Ранее он говорил, что единственный способ вернуть смертную казнь – это принять новую конституцию. Одни из самых аргументированных комментариев звучали из уст сенатора Андрея Клишица. По его словам, приговорить к казни даже при отсутствии моратория нельзя даже террористов, потому что по нынешнему закону такой приговор может быть вынесен только судом присяжных, а он, по еще одному не так давно принятому закону, не может рассматривать дела о терроризме. Юристы также дискутируют, сможет ли смертная казнь в случае ее возвращения быть применена к террористам из Крокуса. С одной стороны, ужесточающие законы не имеют обратной силы, с другой речь идет не о новом законе, а об отмене запрета на применение действующего. Российские следователи на неделе прилетели в Душанбе допрашивать родственников, обвиняемых в теракте. Мать одного из них, 19-летнего Файзова, заявила, что он мог не осознавать, что делает. Тетя другого, 25-летнего Фаридуни, рассказала, что в Таджикистане задержали трех его братьев. Мать Фаридуни рассказала агентству РАПТЛИ, что в юности ее сын попал в тюрьму по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, после колонии работал на стройке и в хлебопекарне, а затем переехал в Россию. Расскажи, расскажи, кто внедрил тебя в этом деле? Зачем? Зачем ты этого сделал? Для чего? Для кого? Помимо других, следствие отрабатывает турецкий след. Как написала газета Хюриет, двое подозреваемых ранее прилетали в Турцию из Москвы и затем улетели обратно. Факты их пребывания изучаются со всей тщательностью. В статье также сказано, что оба нападавших радикализировались не в Турции, потому что там они для этого были недостаточно. Мы подробно говорили о возможной роли Турции в нашем большом выпуске. Известия со ссылкой на источник пишут, что те двое могли пройти в Турции инструктаж, а остальных участников теракта нашли и завербовали уже в России. Куда больше турецкого обсуждается возможный украинский след, о котором заявлено с самого верха. По словам Владимира Путина, теракт совершен руками радикальных исламистов, но логично вписывается в акцию устрашения, проводимые Киевом. Разошлась реплика секретаря Совбеза Николая Патрушева, коротко брошенная на ходу. Подробнее развернул мысль глава ФСБ Александр Бортников, заявивший, что политическая подоплёка точно присутствует, и одни исламисты без помощи подготовить такую акцию не могли. Мы видим, во-первых, след украинский здесь, об этом президент сказал, и соответствующее указание дало поручение. В этом направлении мы активно работаем сейчас. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Позже было объявлено, что исполнители получали значительные суммы денег и криптовалюты из Украины. В пятницу в офисах двух криптобирж в Москва-Сити прошли обыски, силовики изъяли технику и задержали нескольких сотрудников. Следственный комитет сообщил, что исполнители теракта получали указания в телеграмме от мужчины под псевдонимом, а после нападения собирались в Киев, чтобы получить там обещанное вознаграждение. В сообщении СК говорится, что всё это рассказали сами обвиняемые в ходе допросов и других следственных мероприятий. При этом и глава ФСБ, и глава СК заявляли, что официально заказчик пока не установлен. С другой стороны, агентство Bloomberg выпустило инсайт со ссылкой на четырёх людей, близких к Кремлю, о том, что не все в окружении Путина верят в причастность Украины. Представитель МИДа Мария Захарова ответила, что статья Bloomberg – это мать всех фейков. На этой же неделе ФСБ заявило, что в Самарской области во время задержания погиб сторонник запрещенного русского добровольческого корпуса, планировавший теракт на одном из пунктов приёма гуманитарной помощи. При нём сдетонировала взрывчатка. Напомню, РДК подчиняется главному управлению разведки Украины. Его бойцы атаковали Белгородскую и Курскую области. На этом фоне Александр Бортников заявил, что глава ГУР Кирилл Буданов является законной целью для российской армии, а также призвал объявить СБУ террористической организацией. Также Бортников утвердительно ответил на вопрос о причастности к теракту США и Великобритании. Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон назвал эти подозрения полной чушью, подчеркнув, что ответственность за нападение на Крокус несёт исключительно ИГИЛ. Об этом же заявил Белый дом, назвав утверждение о причастности Украины ерундой. Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби вновь заявил, что США передавали Москве предупреждение о возможном теракте. Между тем, как написала на неделе New York Times, США не стали сообщать все имевшиеся данные, чтобы не раскрыть свою агентуру и методы работы. Как уже не раз случалось с большими российскими новостями, в их обсуждение вклинился со своей трактовкой Александр Лукашенко. Он заявил, что убегавшие террористы не смогли въехать в Беларусь из-за усилений на границе. Пограничные подразделения на границе мобилизованы были, ну и части военных. Мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско-российской. Это несколько противоречит российской версии о том, что террористы целенаправленно двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно на границе. Лукашенко также рассказал, что они с Путиным не спали сутки, координируя взаимодействие спецслужб. Красноречивее других спикеров по обыкновению был Дмитрий Медведев, предложивший убить всех причастных, а именно всех, кто платил, сочувствовал и помогал террористам убить их всех. На неделе спасатели завершили разбор завалов на том месте, где еще недавно стоял «Крокус Сити-Фолл». Далее убирать остатки сгоревшего здания будет инженерная техника. Пострадавших больше нет под завалами. Кинологи отработали, спасатели отработали. Для российской музыкальной индустрии площадка в Красногорске была знаковым местом. Собрать «Крокус» стало устойчивым выражением, желанной целью и важной «эчивкой» для самых разных исполнителей – от музыкантов до стендап-комиков. До пандемии в «Крокус Сити-Холле» побывали и многие мировые звезды, включая Эрика Клэптона, Элтона Джона, Лану Дель Рей и Дуа Липу. В этом зале проходил и конкурс красоты «Мисс Вселенная-2013», в жюри которого сидели фронтмен Айра Смит Стивен Тайлер и будущий президент США Дональд Трамп. «Крокус» стал символом роскоши, возможностей и открытости России нулевых, эпохи, от которой теперь не осталось и следа. Как я уже рассказывал, «Крокус-групп» после теракта пообещала построить концертный зал заново. По словам владельца бизнес-империи Араза Агаларова, это позволило бы сохранить тысячи рабочих мест. Однако на неделе его сын Эмин Агаларов заявил, что окончательного решения по восстановлению пока нет. Собственники ориентируются на мнение Путина, губернатора и общественности. Также владельцы «Крокус-групп» всю неделю повторяли, что система пожаротушения сработала исправно. Напомню, некоторые спасшиеся говорили, что часть выходов оказалась заблокирована, а системы экстренного оповещения не работали. По словам других, вода из аварийной системы в зал всё-таки поступала, хотя и не могла остановить столь масштабный пожар. Проверку на этот счёт поручил провести Александр Бастрыкин. Имин Агаларов со своей стороны настаивает, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме, а запертые двери, которые не могли открыть люди на разошедшемся видео, вели в помещение для персонала. Также объявлено, что Агаларовы направили на помощь пострадавшим 100 миллионов рублей. На неделе возобновили работу входящей в группу «Крокус», торговые центры «Вегас-Кунцевы», «Вегас-Каширская» и «Вегас-Соседний» со сгоревшим залом. Они пробыли закрытыми всего один день. Как нередко бывало после терактов, по стране прокатилась волна ложных сигналов о минировании торговых центров и учебных заведений. Такие сообщения приходили не только из Москвы, но и из Петербурга, Воронежа, Ижевска, Новосибирска и других городов. В понедельник из Пироговской поликлиники в Москве вывели 900 человек после сообщения о взрывчатке. В числе эвакуированных оказались и пострадавшие от теракта в «Крокусе». На этом фоне Кремль призвал основателя «Телеграма» Павла Дурова обратить внимание на то, что ресурсы используются в том числе террористами, уточнив, что планов блокировать «Телеграм» в России пока нет. Дуров отреагировал незамедлительно. Уже на следующий день он написал, что «Телеграм заблокировал тысячи аккаунтов, распространяющих призывы к терактам». По его словам, жалобы от русскоязычных пользователей начали поступать вскоре после нападения на «Крокус». Также Дуров добавил, что с 1 апреля пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничить круг тех, кто может присылать им личные сообщения. На неделе Александр Бастрыкин, докладывая Путину о расследовании атаки на «Крокус», заявил, что террористы прибыли к зданию в 19.58, а покинули его в 20.11. То есть нападение продолжалось 13 минут. После этого террористы беспрепятственно вышли на улицу и уехали на своей машине. Одновременно глава Думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в Госдуме проработают инициативу по обеспечению торговых центров вооруженной охранной. Это следствие дискуссии о действиях охранников на входе в «Крокус». Впрочем, как сообщается, генпрокуратура нарушений в их работе не выявила. По закону они должны иметь оружие в арсенале, но не выставлять вооруженные посты. По данным Хинштейна, у частного охранного предприятия «Крокус-Профи» были несколько десятков единиц стрелкового оружия, в том числе пистолеты «Ильж» и самозарядные ружья «Сайга», но все это хранилось в соседнем здании. По его словам, там же базируется группа быстрого реагирования, которая не была замечена на месте теракта. Другая дискуссия была посвящена тому, через сколько приехала полиция. Как я уже рассказывал, согласно официальному таймингу, спецназ прибыл через час с лишним после первых выстрелов. Однако официальный представитель МВД Ирина Волга заявила, что полиция как таковая прибыла через пять минут, не уточнив, какие действия они предпринимали, Волг опровергла сообщение, что из «Крокуса» сбежал дежуривший там полицейский. По ее словам, человек в камуфляжной форме с собакой отношения к органам внутренних дел не имеет. Вероятно, речь шла о разошедшемся видео, снятом незадолго до теракта. Там на входе дежурит охранник с собакой. На нем действительно не видно нашивок кинологической службы МВД. Рядом с ним заметен полицейский. Но находился ли он в здании в момент нападения, неизвестно. На неделе группа «Пикник», перед выступлением которой произошел теракт, дала первый концерт после трагедии. Он прошел в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге и начался с минуты молчания. «Пикник» пообещал передать все вырученные средства семьям погибших и пострадавшим в теракте. Со своей инициативой выступил Центробанк, рекомендовав банкам и микрофинансовым организациям списать долги всем погибшим в теракте. Сообщается, что согласию уже дали 23 банка, включая крупнейшие Сбер, ВТБ, Открытие и Альфу. Напомню, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица и Подмосковье обеспечат выплаты пострадавшим от полумиллиона до трех миллионов рублей и пообещал организовать похороны погибших. Всю неделю у Крокуса продолжала расти огромная гора цветов и детских игрушек. Люди приходили почтить память погибших и днем, и ночью. Среди оставленных у стихийного мемориала сообщений были послания и от представителей таджикской диаспоры. Один из уроженцев Таджикистана привез к мемориалу две машины цветов и установил табличку «Таджикский народ скорбит вместе с россиянами». После теракта в СМИ множились сообщения, что отношение москвичей и силовиков к приезжим стало более настороженным. Участились проверки и рейды, пользователи сервисов такси стали отказываться от поездок с водителями из Таджикистана, а таджикская диаспора призвала своих граждан временно не выходить из дома по вечерам. Разошелся пост звезды сериалов «Универа» и Саша Тани Андрея Гайдуляна, написавшего, что он не может не замечать национальности террористов и что есть проблема в бесконтрольной миграции. В противовес звучали призывы не грести всех под одну гребенку. Рэпер Тимати попросил не разжигать межнациональную ненависть и не возлагать вину за теракт на целый народ. Уроженка Таджикистана певица Манижа заявила, что рада, что ее бабушка не дожила до этих дней и не увидела вопиющего зверства террористов, их пыток и последствий, которые обрушатся на всех жителей Центральной Азии. В ответ на последовавший шквал гневных комментов она записала еще один ролик, где подчеркнула, что не оправдывает террористов, но считает, что они должны понести суровое наказание по закону. «Важно не уподобляться бесчеловечной системе ценностей, ведь именно это отличает нас от террористов». Среди поддержавших Манижу оказалась Алла Пугачева, оставившая под ее постом короткую реплику «Прости». В ответ она словила волну упреков, что, поддерживая Манижу, не выразила публичных соболезнований жертвам теракта. «Скорбь должна быть в душе, а не в инстаграме», написала в ответ Пугачева. Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, сообщил на неделе общественник Виталий Бородин, ранее неоднократно жаловавшийся в органы власти на различных деятелей культуры и не только. В эту пятницу Минюст внес в реестр иноагентов не Пугачеву, а депутата ЗАГС Собрания Петербурга Бориса Вишневского, адвоката Вадима Прохорова и правозащитный проект «Первый отдел». На неделе стало известно о помиловании двух членов банды «Цапков», осужденных на 20 лет за массовое убийство в кубанской станице Кущевской. Вячеслав Рябцев, он же Буба, и Андрей Быков, он же Бык, оказались на свободе после участия в боевых действиях в Украине. Как сообщается, Рябцев заключил контракт с ЧВК «Вагнер» в ходе памятных рейдов Евгения Пригожина по колониям зимой 23-го, а уже летом того года после ранения вернулся в Краснодар, где женился и нашел работу. Быков заключил контракт с Минобороны осенью прошлого года, вскоре также получил ранение и был отправлен в госпиталь в Донецке. На фото с ним заметили мать главаря банды Надежду Цапок, которая, по рассказам, воспитывала Быкова с подросткового возраста. Сама она назвала фото фейком. В Кущевской многие считали мать Цапка серым кардиналом банды. Однако по основному делу о цапковской резне, когда были убиты 12 человек, включая детей, она не проходила. Позже ее судили на 7,5 лет за мошенничество. В 2018 она вышла на свободу. По мотивам той истории снят сериал «Станица», где главарем как раз показана женщина. Сам Сергей Цапок, приговоренный к пожизненному, умер в 2014 в СИЗО по официальной версии от инсульта и сердечной недостаточности. Другие цапки не утрачивали влияние, даже попав за решетку. В ноябре 2018 разразился скандал, когда утекли фото членов банды за столом с шашлыками, красной икрой и крабами в одной из амурских колоний строгого режима. Во ФСИН тогда признали нарушение, заявили, что фото сделаны еще в 2015 году и что материалы переданы в следственные органы. Еще одной большой новостью из криминального мира стал выход на свободу вора в законе номер один, Шакро Молодого, он же Захарий Калашов. Сразу несколько источников заявили, что его тайны вывезли из ИК-2 в поселке Двубратский Краснодарского края после того, как местный суд дал добро на УДО по медицинским показаниям из-за резкого ухудшения зрения. В тюрьму Шакро Молодой попал после перестрелки на Рочдельской улице в Москве в 2015 году, когда члены его ОПГ вымогали у местного ресторатора 8 миллионов рублей. Тогда погибли два человека, семь было ранено, а судебный процесс вскрыл коррупционные схемы в силовых структурах. В 2018 Шакро осудили на 9 лет и 10 месяцев. СМИ связывали его досрочное освобождение с тем, что он якобы не стал возражать против фавербовки осужденных воров в армию. Другие источники, наоборот, отрицали, что он мог так поступить. Адвокат Калашова заявил, что его подзащитный боленый будет заниматься своим здоровьем. Некоторые неверифицированные инсайдеры писали, что Калашов действительно будет проходить лечение, но и от дел отойдет вряд ли. Теракт и его последствия несколько заслонили ситуацию в российском приграничье. Там все эти дни продолжаются обстрелы Белгородской области, есть раненые и погибшие. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударах беспилотниками по гражданскому автотранспорту и о сбитых реактивных снарядах над самим Белгородом, есть попадания в жилые дома и административные здания. На неделе журналисты госизданий, вспомнив недавние слова Путина, допустившего создание санитарной зоны на границе, поинтересовались у министра обороны, не потребуется ли для этого новая мобилизация. Это полная глупость, ответил Сергей Шойгу. В освещение ситуации на границе вмешался и Владимир Соловьев, выдавший гневную тираду в адрес блогеров, жалующихся, что пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот эта вся мерзкая истерика. Всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили, заткнитесь, твари. Паблик Соловьев Live ВКонтакте посыпались приглашения к Соловьеву приехать в Белгород или перенести туда студию. Вскоре комментарии начали удалять, а потом и вовсе закрыли. В следующей программе Соловьев сказал, что постоянно бывает в Белгороде, и усомнился, что разошедшиеся комментарии оставляли белгородцы. Знаете фамилии, я их проверю. Кто это, что это. И на самом деле, насколько они белгородцы. Также Соловьев уточнил, что в первом спиче имел в виду не жителей города, а конкретного блогера, военкора Анастасии Кушеварову, которая не живет в Белгороде, но регулярно пишет о проблемах при граничии. Кушеварова в ответ запостила длинный желчный ответ Соловьеву, обвинив в истерике его самого и добавив, что несмотря на положительные сдвиги, в Белгороде остаются и системные проблемы, такие как потери работы и невозможность выплачивать кредиты и ипотеки. Мои коллеги с канала «Контекст» на неделе сделали выпуск о том, как сейчас живет Белгород, поговорили с людьми с разными взглядами на происходящее и в том числе обсудили, как город отреагировал на слова о мерзкой истерике. Смотрите. Из Крыма пришли кадры с падением истребителя. В околовоенных каналах предположили, что это российский Су-35. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев написал, что самолет упал в море, пилот катапультировался и уже спасет. Гражданские объекты не пострадали. Перед этим в городе работали сирены, были сообщения об угрозе ракетного удара. Об очередных обстрелах сообщали власти ДНР. Вновь прилетела по Донецку, Горловку и Ясиноватой. Есть погибшие. Также о жертвах среди гражданских сообщали власти районов Донецкой области, подконтрольных Украине. Продолжились удары по украинской энергосистеме. В УкрЭнерго заявили о прилетах по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Запорожской областях, а также на западе Украины. В части городов вводятся аварийные отключения, электроэнергии не работает электротранспорт. По сети разошлись кадры обесточенного Харькова. На неделе в городе снова звучали взрывы. Местные власти сообщили как минимум об одном погибшем и 16 раненых. На фронтах Россия продолжает удерживать инициативу. Существенных изменений нет. Идут бои в Работино под Ореховом и в Новомихайловке на южно-донецком направлении. К западу от Авдеевки Россия перешла к штурму Семеновки. На Бахмутском участке и по линии Кременная-Сватова продолжается наступление на часов Яр и Терны. Крупные американские СМИ продолжают публиковать прогнозы, что без немедленного возобновления военной помощи США Украина может потерпеть поражение уже в этом году. Ту же мысль высказал и президент Владимир Зеленский, прямо сказавший, что ВСУ истратили почти все запасы снарядов для артиллерии и ПВО, и без нового пакета помощи Украина может проиграть. Однако по-прежнему мало признаков, что Конгресс одобрит законопроект, включающий 60 миллиардов долларов Киеву в ближайшее время. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон вновь перенес рассмотрение документа, на этот раз пообещав вынести его на обсуждение после католической Пасхи, то есть уже в апреле. Теракт в Крокусе привел за решетку не только исполнителей и возможных соучастников, но и людей напрямую с трагедией несвязанных. Суд в Петербурге арестовал на два месяца предпринимателя и реставратора мебели Николая Коношенко, задержанного в аэропорту при попытке улететь в Ереван. Ему грозит до семи лет по уголовному делу об оправдании терроризма. Поводом стали его посты, в которых он пошутил на тему фонетического сходства слов «Крокус» и «Кремль» и написал, что атаковать нужно было не концерт, пикника, а другое массовое мероприятие. На пост обратили внимание околовоенные телеграм-каналы. Одной из первых реакций стало объявление об увольнении по собственному желанию жены Коношенко Роксаны Шатуновской. 13 последних лет она занимала пост гендиректора Новой Голландии. Шатуновская написала, что причиной являются чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания члена ее семьи и подчеркнула, что ее муж никогда не был связан с Новой Голландией. Это проект реконструкции острова со зданиями старых верфей в центре Петербурга, главным инвестором которого выступал Роман Абрамович. Арт-кластер открыт для посещения частично. Реставрационные и строительные работы, которые планировалось завершить в 1925 году, в 1922 были приостановлены. Что касается Коношенко, в телеграм-каналах было опубликовано видео с его извинениями, но они, как водится, ничего не изменили. Комментаторов, заподозренных в сочувствии террористам, на неделе также задержали в Липецкой области, Башкортостане и Магаданской области. За некоторыми задержаниями тоже следовали извинения. Я раскаюсь в этом, конечно. Вы содеянно раскаиваете? Содеянно в этом, конечно. Сожалеете о том, что вы? Сожалею и раскаиваюсь. В Нижнем Новгороде полиция составила административный протокол в отношении родителей 15-летней школьницы, которая записала видео с благодарностью в адрес террористов, потому что из-за теракта ей не придется ехать в Москву, куда она не хочет. Полиция ТВ поставила на профилактический учет 9-летнюю девочку, которая в чате написала, что совершит теракт за деньги. На ее родителей составили протокол о неисполнении обязанностей. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к четырем годам колонии по обвинению в оправдании терроризма математика и бывшего аспиранта МГУ Азата Мефтахова. Это на год больше, чем запрашивало обвинение. По версии следствия, во время просмотра телевизора с другими заключенными Мефтахов одобрительно высказался о Михаиле Жлобицком, который в 2018 году устроил взрыв в Архангельском ФСБ. Мефтахов вину не признал. В последнем слове он заявил, что его, как и несколько лет назад, судят по сфабрикованным обвинениям. Ранее он был осужден на шесть лет за хулиганство. Тогда следствие утверждало, что Мефтахов был с анархистами, разбившими окно офиса «Единой России» и бросившими внутрь дымовую шашку. Математик отрицал участие в акции. Трое задержанных, в том числе он, жаловались на пытки во время допросов. После отбытия первого срока в прошлом сентябре Мефтахова задержали на выходе из колонии и предъявили обвинение по новому уголовному делу. Обосманный суд Москвы арестовал на два месяца журналистку издания «Сотовижн» Антонину Фаворскую по статье об участии в экстремистском сообществе, которым признан фонд борьбы с коррупцией. Фаворская была задержана на выходе из спецприемника Сахарова, где отбывала 10 суток по обвинению в неповиновении полиции. Журналистка освещала суды по делам Алексея Навального, ездила в Харп, куда он был этапирован, а после его похорон ежедневно писала о происходящем на Борисовском кладбище. По этому же делу были задержаны журналистки Александра Астахова и Анастасия Мусатова, встречавшие Фаворскую из спецприемника. У них тоже прошли обыски, затем они были допрошены и отпущены в статусе свидетелей. Еще двух журналистов задержали у дома Фаворска. Это Екатерина Аникевич из той же «Сотовижн» и Константин Жаров из «Русньюз». Сообщается, что позже их отпустили без протоколов, по словам Жарова, при задержании его били. Другую журналистку «Русньюз» арестовали в Уфе. Суд отправил Ольгу Комлеву в СИЗО. Ее обвиняют по той же статье, что и Фаворскую. До запрета структур Навального в России Комлева несколько лет была волонтером в его уфимском штабе. Благовещенский горсуд арестовал Алексея Бирюкова, управляющего директора рудника «Пионер», где под завалами уже почти две недели остаются 13 горняков. По версии следствия, Бирюков допустил нарушение правил безопасности. По этой статье грозит до семи лет. Большая часть аварийно-спасательных работ в руднике приостановлена из-за подвижности грунта и риска повторного обрушения. В МЧС сообщают, что в трех из четырех скважин, о бурении которых я говорил на прошлой неделе, обнаружена вода. Тема безопасности на рудниках возникает в России с удручающей регулярностью. Профессия шахтер входит в список самых опасных. По мрачному стечению обстоятельств, на этой неделе произошло еще одно обрушение. На этот раз в Свердловской области на шахте Калиинская, принадлежащей Русалу. Под землей оказались заблокированы двое горнорабочих. Спустя 12 часов одного из них удалось вызволить. Второго спасти не успели. Русал пообещал выплатить семье погибшего 3 миллиона рублей. Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности. На неделе Совбез ООН впервые прямо потребовал прекратить огонь в секторе Газа, по крайней мере до окончания священного месяца Рамадан, то есть до 9 апреля. США, которые раньше блокировали подобные резолюции, в этот раз воздержались. При этом Вашингтон наложил вето на поправку, предложенную Россией, что прекращение огня должно быть постоянным. В знак несогласия с решением Совбеза израильский премьер Беньямин Нетаньяху отменил запланированную командировку своих представителей в США, а МИД Израиля заявил, что Цахал не прекратит боевые действия, пока все 134 заложника, захваченных Хамасом 7 октября, не будут освобождены. На неделе сообщалось об очередных обстрелах Газа, в частности городов на юге и в центре сектора. По данным палестинской стороны, погибли около 130 человек, примерно 200 получили ранения. За последнюю пару месяцев не раз появлялись сообщения, что Израиль и Хамас близки к соглашению о прекращении огня, но переговоры снова зашли в тупик. На неделе Иерусалим отозвал своих делегатов из Дохи, где при посредничестве Египта и Катара обсуждается заморозка войны. Сообщалось, что Нетаньяху назвал требования Хамас по полному выводу израильских войск из Анклава бредованы. Серьезный поворот к лучшему случился в судьбе основателя Викиликс Джулиана Ассенжа, который уже пять лет сидит в британской тюрьме. Высокий суд в Лондоне позволил ему остаться в стране и продолжать оспаривать решения об экстрадиции в США. Американскому правительству даны три недели на предоставление гарантий, что Ассенжу не грозит смертная казнь. Если они не будут предоставлены, он сможет выйти на свободу. В Америке Ассенжу грозит 175 лет тюрьмы за сговор с целью разглашения секретной информации о действиях США в Ираке и Афганистане. Двумя неделями ранее газета Wall Street Journal сообщала, что американский Минюст может смягчить позицию, если Ассенж признает вину в ненадлежащем обращении с секретными документами. Напомню, основатель Викиликс семь лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, где был задержан британской полицией после того, как власти Эквадора уступили давлению и лишили его убежища. С тех пор он находится в тюрьме максимально строгого режима Дел Марш в Лондоне, что не помешало ему два года назад жениться. Супруга Стелла на неделе раскритиковала решение суда, заявив, что администрация Джо Байдена должна не давать гарантии, а прекратить это позорное дело. Брат Ассенжер рассказал, что тот увядает в тюрьме. По его словам, Бел Марш – ужасное место, Джулиан там ежедневно страдает, и сейчас его здоровье в очень опасном состоянии. Еще одна новость из Великобритании широко обсуждалась, в том числе за ее пределами. Принцесса Уэльская, 42-летняя Кейт Миддлтон, рассказала, что после недавней операции на брюшной полости у нее выявили онкологию, и теперь ей предстоит химиотерапия. После операции в январе Кейт на долгие недели пропала из поля зрения СМИ. В начале марта в официальном аккаунте принцессы появилось фото Кейт с детьми, но вскоре все фотоагентства отозвали снимок из-за обнаруженных следов фотошопа. На следующий день принцесса извинилась, сказав, что сама подправила фотографию. Эта новость вызвала новую волну конспирологических теорий о здоровье Кейт. Онкология выявлена и у ее свекра, 75-летнего короля Карла Третьего. Напомню, он стал самым пожилым монархом, зашедшим на британский престол после смерти матери королевы Елизаветы, которая правила 70 лет. На прошлой неделе по российским телеграм-каналам молнией разлетелось сообщение пресс-офиса Букингемского дворца, возвещавшее внезапную кончину Карла. В итоге это оказалось новостью не о монархе, а о факт-чеке. Новостные ресурсы разделились на две группы. Одни, не глядя, перепечатали сообщения, другие решили проверить, есть ли что-то похожее на сайте Букингемского дворца. Прекрасный пример элементарного теста для факультета журналистики, который завалили многие цифровые меди. Растиражированный документ оказался банальным фотошопом. На следующий день, когда новость все же затрендилась за пределами России, дворец опубликовал свежие официальные фото со встречи Карла с ветеранами войны в Корее. В это воскресенье, когда Западный мир отмечает Пасху, Карл с супругой Камилой посещают праздничную службу. Принцесса Кейт и принц Уильям, по сообщениям британского таблоида Миррор, на публике не появятся. Пара с тремя детьми отправилась в дальнее поместье, чтобы провести Пасху вдали от чужих глаз. Кадры, словно из фильма «Катастрофы», на неделе облетели все мировые СМИ. В Балтиморе, это на восточном побережье США, обрушился автомобильный мост длиной 2,5 километра. В одну из его опор врезался 300-метровый контейнеровоз. При обрушении пропали без вести 6 человек. Это члены ремонтной бригады, которые находились на мосту в момент столкновения. Еще двоих рабочих удалось спасти. Со дна поднято два тела, остальные водолазы ищут при помощи сонаров. По данным CNN, среди жертв граждане Мексики и Гватемалы. Причиной столкновения стала авария на судне. После полного отключения электричества экипаж не смог завести двигатели, и контейнеровоз стал неуправляемым. Сообщается, что за минуты до столкновения штурман связывался с диспетчерами, предупреждая их о том, что сейчас произойдет, и прося немедленно перекрыть движение по мосту. Но, как нередко бывает в подобных случаях, коммуникацию между разными ведомствами не смогли осуществить столь быстро. Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, автора американского гимна, был построен в 1977 году. По нему проходила одна из основных трасс между Нью-Йорком и Вашингтоном. Сейчас транспорт отправляют в объезд. Объявлено, что на восстановление моста потребуется 60 миллионов долларов. О завершении карьеры объявил исполнитель, чьи песни знакомы трём-четырём поколениям россиян. Валерий Леонтьев покидает сцену из-за возраста. Ему исполнилось 75. По словам артиста, жанр, на который он положил полувека, не терпит дряхлости, и он уходит без соплей и слёз, и без выколачивания денег из публики на прощальных турах. В последние годы СССР, которые я ещё застал, Валерий Леонтьев входил в пятёрку главных суперзвёзд вместе с Софией Ротару, Аллой Пугачёвой, Иосифом Кобзоном и Львом Лещенко. При этом он сильно выбивался из привычного образа советского артиста, за что его на заре карьеры не раз вырезали из эфиров. Однако Леонтьев всякий раз возвращался и стал любимцем публики, надёжно застолбив за собой нишу самого раскованного и эпатажного артиста на тогдашней эстраде. Его сценический образ прочно ассоциировался с откровенными, опять же, по тем временам, костюмами и не менее откровенными танцами. Последние несколько лет Леонтьев практически не выступал из-за воспаления лёгких, перенесённого во время пандемии. Запланированных концертов у него нет, однако, по словам директора, артист не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения. Одним из последних таких предложений была частная вечеринка в Дубае в январе. Леонтьев выступал чуть менее часа. Трагические события последних дней затмили скандальную историю, в которую попал один из самых обсуждаемых российских актёров. На неделе Никита Калагривой вышел из спецприёмника в Новосибирске, где провёл семь суток за дебож в баре, который выглядел как продолжение сериала «Слово пацана» в реальной жизни. Судя по кадрам с камер наблюдения артист, приехавший в родной город открывать кинофестиваль «Семейные традиции», агрессивно заигрывал с официанткой, укусил её в бедро, а потом подрался с её коллегами. На суде Калагривой сказал, что раскаивается и извинился, для чего использовал все доступные ему средства убеждения. Я находился в несколько неадекватном состоянии. Это была истерика, и это была такая слабость эмоциональная. Видимо, алкоколь дал что-то... Помимо судей Калагривой обратился к своей аудитории, пообещав ей, что исправится. Я вам докажу, что я достойный член общества. Последний раз схожий по резонансу инцидент произошёл в 2018 году, когда футболисты национальной сборной Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в баре и сбив стулом чиновника Дениса Пака. За это оба получили тюремные сроки в полтора года, через несколько месяцев они вышли по УДО. Что касается Калагривого, то его личное дело несколько дней разбирали всем интернетом. Сеть ресторанов Бургер Кинг заявила, что не будет обслуживать актёра до тех пор, пока он не извинится перед укушенной официанткой. Получается, что Калагривого отшили не только универсамовские, но и фастфудовские. Правда, почти сразу появились сообщения, что актёр уже попросил прощения о пострадавшей сотруднице, записал ей голосовое и прислал букет цветов. Но, возможно, самой суровой общественной карой пригрозил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, заявивший, что после случившегося шансы Калагривого сыграть главную роль в готовящемся боёпике о Владимире Жириновском серьёзно упали. Цифры, которых многих потрясли на неделе, прозвучали на аукционе Heritage Auctions в США. На нём продавали реквизит из блокбастера «Титаник», вышедшего в 97-м и ставшего первым фильмом, собравшим миллиард долларов в прокате, а в общей сложности 2 миллиарда 200 миллионов он собрал. Цены, за которые ушли предметы со съёмочной площадки, также поражают воображение. Например, шифоновое платье героини Кейт Уинслетт Розы продано за 125 тысяч долларов, а дверь, на которой Роза спаслась, за 718 тысяч долларов. Это примерно 66 миллионов рублей. За такие деньги можно купить не то что дверь, а целую квартиру в центре Москвы, не говоря уже о других российских городах. Ещё раз, друзья, это не настоящая дверь с «Титаника». Это декорация со съёмок фильма. Кстати, изначально лот оценивался всего в 40 тысяч долларов. Имя покупателя не разглашается. На аукционе продали другие предметы голливудского кинонаследия. Например, кнут Индианы Джонса из второй части франшизы ушёл за 500 тысяч долларов. Боюсь даже представить, что им будут делать. А топор, задействованный в великой сцене из «Сияния» Стэнли Кубрика, помните, а вот и папочка, за 125 тысяч долларов ушёл. За столько же был продан костюм инопланетного существа из третьего человека-паука. Мне кажется, эта новость ярче всего демонстрирует, что современное массовое сознание концентрируется не на тех событиях и явлениях, которые реально происходят в нашей жизни, а на том отражении жизни, который создаёт массовая культура. Какие-то из порождённых ею мифов выглядят благородно. Например, что добро и справедливость всегда побеждают зло и грубую силу. Какие-то более сомнительны, например, что человечество или отдельных его представителей в последний момент спасёт какой-нибудь супергерой. Но в целом, друзья, не стоит забывать, что почти всё, чем оперирует масс-культ, придумано. То есть является набором, может, и привлекательных, но иллюзий, слепая вера в которой может сделать очень больно при столкновении с непридуманной реальностью. Где, как мы видим, более чем хватает катастроф и кошмаров, но есть большие проблемы как с супергероями, так и с торжеством справедливости. Вера в них бесспорно имеет терапевтические свойства, но полагаться лучше на свои собственные силы. Это редакция Ньюс в Ютубе и на Дзене. Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь и поставьте лайк. Поддержать выход новых выпусков можно через Бусти, Патреон и спонсорство на Ютубе. Для спонсоров есть эксклюзивный контент и другие бонусы. Своими мыслями и рассуждениями я по-прежнему делюсь в своем Телеграм-канале. Берегите себя. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok